МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости о НАПР-регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. При выявлении фактов нарушения санитарных норм и правил сразу информация передается в Роспотребнадзор, в УВД и предпринимаются действия. Правила красоты. Какие требования Роспотребнадзора должны соблюдать парикмахерские? В соответствии с решениями краевой администрации по снятию ограничительных мер будут добавляться рейсы автобусов. Режим выходного дня. В НАПР увеличено количество общественного транспорта на маршрутах. Половина сахар, половина мед. Новая дорога на Бужор. В сельских округах продолжается ремонт улиц. За последние сутки в Краснодарском крае зафиксировано 90 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее количество заразившихся на сегодняшний день составляет 3337 человек. 1973 пациента выздоровели, в том числе 73 за последние сутки. 28 человек умерло. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 36 пациентов. В минувшие выходные в Анапе, согласно постановлению губернатора Кубани, были сняты ограничения на деятельность для ряда предприятий. В список вошли строительные и смежные с ними организации, автосалоны, мойки, магазины с площадью до 400 квадратных метров, а также салоны красоты. Все они теперь могут работать, но при условии соблюдения требований Роспотребнадзора. А они достаточно серьезные. Как теперь анапчане смогут записаться на стрижку или макияж, узнала наша съемочная группа. Впервые за два месяца кресло стилиста в Анапском салоне красоты занял клиент. Профессиональный уход за волосами – услуга, которую может предоставить только парикмахер, не говоря уже о красивой стрижке. С самого начала самоизоляции очень не хватало салонных процедур. Салоны красоты в Анапе, как и во всем Краснодарском крае, открылись 23 мая после объявления послаблений ограничительных мер. Однако все они должны строго выполнять требования Роспотребнадзора. Прием клиентов только по предварительной записи, чтобы не скапливалась очередь. В зале должны быть организованы условия для соблюдения полутораметровой социальной дистанции между посетителями. Обязательное использование средств индивидуальной защиты, регулярная термометрия сотрудников, усиленная дезинфекция помещений и инструментов. Очень скучали по работе, но предварительная запись у нас между клиентами. Мы стерилизуем всю зону, то есть один человек только может со мной находиться в этой комнате. Мы очень ждали, когда мы откроемся, поэтому мы заботимся о состоянии и здоровье наших сотрудников и также клиентов. Поэтому мы подготовились. У нас прошла генеральная уборка. Мы полностью подготовили весь салон. Мы закупили всеми необходимыми препаратами дезинфекции, салфетки одноразовые, перчатки и маски. Все готово. Соблюдение необходимых мер профилактики контролирует Роспотребнадзор, а также специалисты управления торговли и потребительского рынка городской администрации. Для организаций, которые попали под снятие ограничений, нарушение требований Роспотребнадзора грозит переостановкой деятельности сроком до 90 дней. Во всех объектах должны соблюдаться санитарные нормы и правила требования Роспотребнадзора. На территории муниципального образования работают мониторинговые группы, которые обследуют объекты на соблюдение требований действующего законодательства. При выявлении фактов нарушения санитарных норм и правил, сразу информация передается в Роспотребнадзор, в УВД и предпринимаются действия. Вместе с объектами бытового обслуживания в минувшие выходные открылись строительные и смежные с ними предприятия, автосалоны и мойки, а также непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров. До конца карантина в Краснодарском крае сохранится запрет на проведение массовых мероприятий, движение между городами без специальных пропусков, а также на посещение парков, набережных и пляжей. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Снятие ограничений коснулось и общественного транспорта, правда, пока маршрутки работают в режиме выходного дня. Интервал движения увеличен. При этом обязательное условие соблюдения мер профилактики, дезинфекция автобусов и масочный режим для водителей и пассажиров. Как выполняются эти требования, выяснил Руслан Душевский. Южный рынок – конечная остановка девятого маршрута. Теперь в обязанности водителей автобусов входит полная обработка салона дезинфицирующими средствами. Меры профилактики действительно беспрецедентные. Для пассажиров – обязательное соблюдение масочного режима. Каждые два часа стараемся обрабатывать автобусы. Ну, а пассажиры, ну, большинство в масках. И говорить им не надо, они сами в масках ходят. Галина Якименко, хотя и старается постоянно находиться дома, сегодня вышла по уважительной причине. Необходимо срочно забрать документы из МФЦ. Защитная маска – обязательно. Женщина сама понимает, что находится в потенциальной группе риска. Коронавирусной инфекцией в первую очередь подвержены люди пожилого возраста. Одевай, чтобы, конечно, от заразы, как говорится. От заразы, чтобы не заразиться самой и других. И других тоже не заражать. Соблюдение должно быть лучшим, как говорится. Спасибо вам, что вы обрабатываете все. И нам как-то надежнее, как говорится. Мы уже пожилые. Такие же правила действуют и на маршрутах, которые обслуживают сельские округа. Здесь контроль за дезинфекцией осуществляет диспетчерский состав. Перед выездом водители проходят тщательный инструктаж. Проверяются наличие антисептика, маска, перчатки. Без этих спецсредств транспорт на линию не выйдет. По прибытию проверяют сперва автобус. Потом начинают влажную уборку делают. Проходят полностью весь салон. Проветривают перед тем, как выезжать. После завершения работы на линии, весь автопарк подвергается полномасштабной санитарной обработке. Снаружи транспорт моется средством, в который добавляют обеззараживающую жидкость. После чего сотрудники в специальных защитных костюмах тщательно опрыскивают и протирают этим же раствором салон автобуса. Автобусы бывают разные. В среднем уходят 5 минут по времени на обработку. Согласно постановлению губернатора Краснодарского края, с 23 мая городской общественный транспорт начал свою работу в режиме движения выходного дня. Автобусы ходят целый день, но с увеличенными интервалами между рейсами. Сейчас в муниципалитете задействовано 200 маршруток. В соответствии с решениями краевой администрации по снижению, по снятию ограничительных мер будут добавляться соответственно рейсы автобусов. Хотелось бы также отметить, что пассажирам при входе в автобус необходимо пользоваться масками, перчатками в целях соблюдения личной гигиены. Кроме этого, сейчас проводится анализ загруженности маршрутов. Если автобусов в период карантинных мероприятий будет не хватать, на линию выйдут дополнительные рейсы. Руслан Душевский, Анапа, регион. Хутор Бужор и станицу Анапскую теперь соединит асфальтовая дорога. Больше 20 лет здесь разве что отсыпали ее щебенкой, но это до первых дождей. Добираться до города приходилось в объезд через Гакадзор. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда ее на контроль взял глава Анапы. Уже сегодня здесь началась работа по укладке нового асфальтового полотна. Подробности в нашем репортаже. Эта дорога – единственный короткий путь от хутора Бужор до станицы Анапской. По словам местных жителей, раньше поездки по щебневому покрытию можно было сравнить с полосой препятствий. Бывали случаи, когда автомобили заносило в кювет, а во время дождей таксисты отказывались ехать в Бужор. Да и все думали, что вот так и бросят. Там первый дождик, она вот как стиральная доска, но невозможно ездить. А тут, представляете, чудо, 20 лет не было дороги. Проблема будет решена уже через несколько дней. Сегодня специалисты подрядной организации приступили к асфальтированию дороги. Ее протяженность – почти полтора километра. С гравийной дорогой было почему плохо, потому что нужно было ее ежегодно, даже несколько раз в год грядировать. Дорога разбивалась, маршрутки ездить отказывались. Ну, на сегодняшний день теперь по асфальту, я думаю, будут ходить маршрутки по графику. С 91-го года не было здесь дороги. И вот как глава Юрий Федорович обещал, что в ближайшее время будет дорога готова, ну, получается, что его усилиями дорога у нас появилась. Я даже вот сейчас проехал по полосе, как взлетка просто. Половина сахар, половина мед просто. Как и положено по технологии, асфальтобетонное полотно уложат в два слоя. Как отметил руководитель подрядной организации, проблем с поставкой материалов нет. Работы завершатся уже через неделю. На стадии где-то 10% от объема работ. Первый день работы с асфальтобетоном. У нас получается 4 механизатора, 2 катка, 1 асфальтоукладчик, грейдер и погрузчик. Плюс 2 самосвала. В этом году в Анапском сельском округе планируется заасфальтировать 20 автомобильных дорог. На улицах закубанских поселян, юбилейной и набережной уже уложено новое покрытие. Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. В сельских округах Анапы продолжается асфальтирование дорог. На прошлой неделе работы по обновлению дорожного полотна завершились в Витязево, на улице Лиманной. Она проходит как раз мимо Дома культуры. Площа асфальтового покрытия составила более полутора тысяч квадратных метров. Дожди, лужайки были, невозможно, специально обувь надо было одевать. А сейчас нет, вот как дождь, спокойно, как лето, сухо едешь. Сейчас вот прекрасно, хорошо сделали. Спасибо. Напомню, что все выпуски новостей можно найти на нашем сайте, на регион.ру, а также на наших страницах в социальных сетях. Чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь на наш ютуб канал, а также аккаунты в инстаграме, фейсбуке и вконтакте. Далее информация о партнерах нашего выпуска. Я же с вами прощаюсь до завтра. Берегите себя и своих близких. Продолжение следует...